Всем хорошего настроения! Здравствуйте! К вам пришла деревенька. Спросите, с чем пожаловали. Ну, как обычно, поговорить, посудачить. И вот о чем сегодня пойдет рассказ. В этом доме жив механизатор с дояркой. Они были с многодетной семьей. Постоянно работали. Ну, получилось так, что их не оказалось наследник. У детей их не было. Разборка старых домов – дело трудоемкое. Но еще сложнее получить разрешение на снос, если где-то остались наследники. Топление будет центральное. Водопровод центральный. Санузел. Будет ванна, мойка. Газ. Ну, полностью все. То есть старики в тяжелых условиях переедут. Хорошие, благоустроенные. Дом сезонного проживания для престарелых появился в Быховском районе. Я люблю все яркое. Яркое все, потому что оно радость приносит. Жизнь, гармонию. Ну, и внутренний покой, удовлетворение от того, что ты сделал. Тебе прежде нравится и другим приятно. Яркие краски, хорошее настроение в деревеньке. Знакомимся с сельским дизайнером. Под сельхозработами уже практически можно подводить черту. Работники уходят в отпуск. Ну, а технику ставят на профилактический ремонт. За зиму железных коней должны привести в боевую готовность. Основу ремонта нуждаются, когда делаем сам подборщик и замена ножей. Там ножи стоят, получается. Заменяем нажимы, чтобы измечала салон. Самое главное. В каждом хозяйстве механизаторы и техники свои боевые КЗС и Гомсельмаши знают досконально. Опытный мастер Александр Михалют и свой тракторок изучил от и до. И точно знает секрет технического долголетия. Мне уже трактор уже 12 лет. Ну, первый раз, второй раз мотор только выбираю 12 лет. Это вы так следили за ним хорошо? Конечно. Поршень у него все время, второй раз. Его меняют один раз. То есть, если что-то ломается, вы знаете, что это поршень? Конечно. Тут уже опыт же есть. Есть результаты, которые просто очень радуют. Тут на КЗС-10 Цибульский Дмитрий намолотил зерна и рапса больше тысячи тонн. И плюс еще 1423 тонны кукурузного зерна. Это о чем-то говорит КЗС-10 наш гомельский комбайн. Некоторые хозяйства, вроде экспериментальной базы «Спартак» в Шкловском районе, в этом году ремонт проведут частично из-за свои средства. Говорят, удачно реализовали излишки урожая. Это задача хозяйства, чтобы денег хватило, как достойную заработную плату заплатить, налогами расшататься. И всегда, чтобы были оборотные средства для того, чтобы ремонтировать технику. Картофель у нас подвеселил на счет денежной выручки. Имеется возможность и зарплату платить, технику ремонтировать, и запасить все-таки кое-какие запчасти и держать. Но и после ремонта спячка машинам не угрожает. Много работ остается, учитывая наличие у нас комплексов животноводческих, молочно-товарных комплексов, на которых все же большая нагрузка на механизационные трактора по вывозке органики. Два раза в месяц комплексы должны очищаться. Это как минимум. Поэтому это тоже задача сложная. Зима не за горами. Разработали графики ремонта, планы мероприятий по мастерской. Мастерская у нас отапливаемая, тепло, поэтому зимой занимаемся полотной ремонтом. Первый день зимы вся техника должна встретить в ремонтных мастерских без исключения. Ведь профилактика в этом деле – залог успеха в будущей посевной. Времени на подготовку техники осталось не так много, как кажется. Зима пролетит незаметно, и мы опять услышим знаковую для тех, кто работает на земле, фразу – техника на линейке готовности. Бобруйский район Могилевской области по воловому производству картофеля в заслуженных лидерах. Ставка на производство традиционного брендового продукта в Беларуси, как показало время, дает свои результаты – экономические. Опыт Бобруйчан показывает, благодаря настойчивой и последовательной работе, внедрению новых, высокоурожайных, устойчивых к болезням сортов, есть возможность и в других сельхозпредприятиях заниматься прибыльным картофелеводством. Проект «Играй гармонь в Александрии» разрабатывают к празднику «Александрия собирает друзей», который ежегодно проходит с 6-7 июля в Шковском районе. Предполагается, что принимать участие в купальских мероприятиях будут 20 талантливых гармонистов из Могилевской области и других регионов Беларуси – России. После Нового года начнется поэтапный конкурсный просмотр. По его итогам жюри определит участников программы. Вторая часть идеи, которую намерены воплотить на фестивале «Александрия» собирают друзей – выставка старинных и современных гармошек. Белорусы стали жить дольше и будут. Продолжительность жизни белорусских мужчин к 2050 году увеличится на 12 лет, женщин – на 9. Об этом сообщила старший специалист по программной деятельности Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси. Продолжительность жизни белорусов ежегодно увеличивается в среднем на 0,3 года. По данным статистики, продолжительность жизни при рождении в 2012 году у мужчин составляет около 67 лет, у женщин – 72,5 года. Для сравнения, в 2000 году эти показатели были 63 и 71 год соответственно. В скором времени нас ожидает новая избирательная кампания. Средства массовой информации сообщили, что выборы в местные советы депутатов пройдут не позднее 25 марта 2014 года. Сама избирательная кампания может начаться уже в декабре. Что готовы делать для сельчан депутаты – наш репортаж из Кричевского района. В Кричевском районе Костюшковичевский сельский совет и исполком возглавляет Михаил Борисенко. Он опытный депутат и руководитель. И готов разбираться с любыми проблемами, возникающими в жизни сельских жителей. Чаще всего в осенний сезон требуется помощь по хозяйству и в обеспечении топливом. И решать вопросы приходится не за столом в кабинете, а ехать на место. В помощи и поддержке особенно нуждаются пенсионеры. Да и просто в добром разговоре. Евдокия Захаровна Стефаненко Евдокия Захаровна Стефаненко всю жизнь работала дояркой. Теперь на пенсии поет в местном хоре. Правда, в последнее время здоровье не позволяет женщине пешие прогулки. Поэтому и представитель местной власти заглядывает к ней. То есть по таких вопросах остро нужно, но таких нет? Нет, нет. Все хорошо. Ага. Как говорят в сельсовете, пожилые люди обычно скромничают и не жалуются. Так что переспросить лишний раз не помешает. Правда, самое большое желание пенсионерки сегодня находится в другой компетенции. Она хочет, чтобы здоровье позволило ей снова петь в клубе. Я когда ходила в клуб, мне было жить веселей. Я иду туда, давление у меня 180-190. Таблетку выпью, трошку подъем, как бы я дебилей была. Прихожу, я пью, я с людьми погомоню, я пошучу с ними. Приду домой, я к черному ничего не болела. Евдокия Захаровна довольна помощью сельсоветов в разных жизненных вопросах и просит от своего имени и других пенсионеров не забывать и уважать. Климат на территории сельсовета здоровый. Люди в местную власть верят. Люди пойдут на выбор. В Кричевском районе хотят, чтобы депутатами были инициативные люди, которые не только имеют свое мнение, но и желание помогать простым людям. Цель одна, всеобщая. Мы должны обеспечить достойную жизнь нашим гражданам. Даже в простой, даже в самой глубокой деревне. Чтобы там люди смогли жить и, кажется, ни в чем не нуждаться. А между тем местные власти ждут правовой поддержки, чтобы усовершенствовать работу с пустующим и ветхим жильем. Ведь иной раз, чтобы решить судьбу заброшенного дома, сельсоветам приходится искать наследников и на Дальнем Востоке, и в Мурманске. А ведь силы можно было потратить на что-то другое полезное обществу. В деревне Кузьми и Чичаовского района разбирают старый дом. Здесь жили уважаемые люди. Всю жизнь проработали в родной деревне, но время неумолимо. В этом доме живы механизаторы с дояркой. Они были с многодетной семьей. Они постоянно работали. Получилось так, что их не оказалось наследников. У детей их не было. У Витхого дома одна дорога на разборку. Только в этом году в Антоновском сельсовете снесли 16 домов. В основном разбирают собственники и наследники домов. Но, конечно, помогают и организации, которые закреплены за сельским советом. Это завод ЖБИ и Чаусский лесхоз. Организации подключились к разборке домов недавно. Одни проводят эту работу активно, как, например, Чаусский лесхоз. Другие – более скромными темпами. Разобрать дом – непростое дело. Но самое сложное, говорят в Чаусском совете депутатов, это получить разрешение на снос. Остается жилье – значит, есть наследники. Не все они спешат становиться собственниками. А если ты не собственник, то и ответственности за дом не несешь. В каком бы состоянии он ни был. Приходится местным властям уговаривать наследников или навести порядок в домах, или разобрать их. Это целая процедура, целая кухня, которую в своей задаче ставить лишь одно – без хозяина дома каким-то образом убрать. Не только с точки зрения эстетической, но, по крайней мере, чтобы там не было этих руин, чтобы там доступа не было, чтобы там никого не присыпало, чтобы не загорелся этот дом. Ну, короче, все, что с этим связано. Конечно, результаты есть. Только в этом году в Чаусском районе разобрали 127 пустующих домов. Но проблема тех, кто получил наследство, но не вступил в него, остается. Нужна юридическая, хорошая база. Закон нужен. Не только с точки зрения нас, собственников, но и в отношении наследника. Четкий, поятный, такой, как сотый указ. Когда дом снесут, нужно будет выкорчевать фундамент и отдать эту землю под использование. Нынче в Чаусском районе все в оборот вернули 30 гектаров земли. Холодный сезон в деревеньке – это, к сожалению, испытание для одиноких людей на селе, потому что нужно топить, печь, носить воду, убирать и готовить. Все это каждый день. Поэтому одинокие люди очень нуждаются в помощи. Проект, который осуществили в Быховском районе, считается большим и важным делом. Дом сезонного проживания для престарелых. Первый в Могилевской области. В деревне Ухлясь на Быховщине ближайшими днями откроется дом сезонного проживания для стариков. Наследство от советского времени и рабочего поселка Турфабрикетного завода тут остались крепкие двухэтажные дома со всеми удобствами. Хороший ремонт в квартире, где уже давно никто не жил, возвращает жилью прежний лоск. Свежеокрашенные полы блестят, приятные обои радуют глаз, солнце пробивается сквозь новые окна. Но самое главное – старикам не придется на новом месте топить печь и ходить за водой. Утопление будет центральное, водопровод центральный, санузел, будет ванна, мойка, газ плит. Ну, полностью все. То есть старики в тяжелых условиях переедут в хорошее, в благоустроенное. В обновленной квартире будут жить три одиноких сельских пенсионера, мужчина и две женщины. В холодный сезон им нужен каждодневный уход. Обслуживание будет происходить работниками социальной сферы, то есть обслуживание будет осуществлять два социальных работника, которые будут готовить кушать, помочь убираться, вместе в магазин ходить. То есть сделают домашним уют этих людей. С обстановкой для квартиры сезонного проживания помогла благотворительная организация «Благо». Место тут вообще выбрано с толком. Жилищное удобство и природа вокруг дают ощущение настоящего курорта. Мне понравилось, откровенно говорю. Сама квартира очень такая, довольно-таки просторная. Высокие потолки, все удобства. Поэтому, я думаю, пенсионерам нашим понравится. И выходя во двор, здесь вокруг сосны, приятно дышится, очень хорошо, легко. Поэтому, думаю, что пенсионеры будут довольны. Что касается финансовых условий, то жители дома сезонного проживания будут оплачивать коммунальные услуги и помощь социальных работников, но при этом самостоятельно распоряжаться своей пенсией. Что является больным вопросом, когда людей мы помечаем в домы-интернаты. То есть это для них важно? Да. Это самое главное. Вот то, что условия проживания, чтобы был туалет, была ванна, была горячая вода. И в то же время, чтобы его пенсия была при нём. Треть населения Быховского района пенсионеры. В сельской местности переселение на холодный сезон это выход для одиноких. Иван Фёдорович Котов один из будущих жителей первого дома сезонного проживания. Ему уже за 80 родственников нет, дети уехали из родных мест далеко. И бывший комбайнер живёт в деревне совсем один. Социальный работник помогает старику, но всё же ему хочется больше общаться с людьми. Иван Фёдорович готовится скоро переехать и все надеются, что ему и его соседям понравится в доме сезонного проживания. И если люди будут довольны, то и местная власть готова продолжать и поддерживать проект, чтобы старики жили долго и не оставались в этом мире совсем одинокими. Никто не посмеет сказать, что наши деревеньки серые и невзрачные, потому что это не так. Есть такие удивительные уголки, что просто залюбуешься. В один из них, уголок красоты, мы сейчас и отправимся. Мимо дома Ларисы и Василия Михаленко проехать просто так невозможно. Это, пожалуй, самый яркий домик в деревне Грони, да и во всём Быховском районе. Семь лет назад супруги переехали сюда из Северного Надыма, где проработали до пенсии. Есть в Могилёве и квартира, но переезжать в город они не спешат. Не хочется там находиться, потому что здесь лес. Мы вообще привыкли в лес ходить, собирать ягоды, грибы, вообще природу. Тащим из леса и мох тащу в цветы, чтобы заполнить там окружность. Сучки какие-нибудь, какие понравятся. Потом все эти сучки, камени и другие природные материалы становятся при помощи умелых рук хозяйки этакими магнитами для фотографий. Редко кто проедет мимо, не сфотографировавшись с этой бабкой или деткой. Где-то что-то увижу детальку, естественно, образ уже рождается. Вот как же, вот дедушку я где-то видела, думаю, ну здесь модернизировано, другой, ну лепят же вот скульптуры такие, и строят из березы. Ну а как же он будет один скучать? Поэтому пришлось бабку сделать. Ну а бабку тоже вот так вот собирали с того, что есть. По запчастям. Да, по запчастям. Чтобы было интереснее. А вообще у нас тут колодец находится. Дома и горячая вода есть, так чтобы скрыть, нам пришлось декорировать это место. Заходим во двор, а там пальмы. Почти как настоящая будка со шторками для собачки, домик для гномиков, стоки из дров и кругом, куда ни глянь, яркие рисунки. По этому двору можно долго ходить и рассматривать, как в музее. Это не оставили без внимания и районные власти. И вуаля! Третье место в соревновании по благоустройству. Мы в этом конкурсе первый раз за 7 лет участвуем. А у нас уже, говорю, на протяжении 7 лет у нас постоянно. Но декорации меняются, естественно, потому что они за сезон надоедают и хочется что-то новое, свежее сделать. Ну вот мы модернизируем. Пальмы остаются на месте, вот эти цветы тоже, а так все остальное переезжает частично. Откуда столько идей и разных способов их воплощения? Весь секрет деревенского дизайнера оказывается и не секрет вовсе. Да я ведь и живу в этом мире, можно сказать, искусства. 40 лет работала художником. Сейчас вышла на пенсию. Вот обстоятельства нас вынудили уехать, потому что у нас мать была, мужа, престарелая, под 90 лет. Мы за ней ухаживали. А пока ухаживали, тут наводили порядок, потому что, сами знаете, как древние люди жили, у них все хозяйство было, коровы, куры, все было не в том состоянии, в котором должно находиться. Ну вот мы и решили, пообирали все сарайушки старые, понастроили новые. Без мужа говорить никуда. Тут иногда пригодится мужская сила. Да и сам Василий Васильевич не против сделать жизнь ярче. И если разобрать, мы делаем все совместно. Мы как шнурок с иголкой, то есть иголка с ниткой. Ну да, без него я ничего не значу, потому что он помощник. Правда, дроба это, конечно, дроба это сделать. В доме тоже нет пустой стены или полочки. Кругом панно из глины, соленого теста, кожи, картины, скульптурки, сувенирчики. Все сделано своими руками. Веточки приготовила, значит, сделала заборчик с этих веточек. И чтобы, значит, сюжет был пары года. Я зиму придумала. Горшочек повесила, вот это тоже из теста. Значит, снежок с пенопласта, а вот тоже тесто. Ну, а здесь пришлось с живописью немножко поработать. Ну, и птичку. Как говорят Михаленко, теперь каждый год соседи в деревне стараются догнать их. Разукрашивают ворота, сажают цветы. Оттого и деревня кажется самой красивой. Это подтверждают и их друзья, которые приезжают в гости и первым делом бегут смотреть, что же новенького придумали хозяева. Я люблю все яркое. Яркое все, потому что оно радость приносит в жизни, гармонию. Ну, и внутренний покой, удовлетворение от того, что ты сделал. Тебе прежде нравится, и другим приятно. Немного фантазии, яркие краски и ваш домик в деревне будет самым лучшим, так что зимой можно отдохнуть, а весной за дело. Пусть все видят, что жители нашей деревеньки не любят серости. Всего вам доброго и до встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok